Скажи, есть память обо мне? Есть в мире сердце, где живу я? Ульяновский прошел день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В мероприятии приняли участие обычные граждане, историки и краеведы нашего региона. Слова и стихотворения Александра Сергеевича Пушкина стали пророческими, ведь память о великом поэте и его творчестве будет жить вечно в наших сердцах. Традиционно в честь Дня смерти поэта к его памятнику у дома Языковых ульяновцы возлагают цветы. И хочется верить, что будущие симбиряне будут собираться в этот день, в этом месте, чтобы почтить память великого поэта, чтобы ощутить духовное интересное. Бессмертное творчество Александра Сергеевича Пушкина не только живет в памяти поколений, но и вдохновляет современников на новые произведения. Многие из них посвящены самому поэту. Я верю в то, что Пушкин наше все, так пристально на нас сегодня смотрит. Он знает, что не сладкое бытие, творить бы не теряя, честь и облик. Культуру нашу не отменить, и сквозь асфальт стихи растут цветами. Заветы предков нам дано хранить, и кое-что еще мы скажем сами. Почтить память поэта пришли и обычные граждане. Александр Сергеевич Пушкин – это одно из громких имен, которые отражают историю нашей страны. И нам повезло, что в нашем городе он тоже бывал. Здесь жил его близкий друг Николай Михайлович Языков. И, конечно, вспомнить его в сегодняшний день было очень важно. В Литературном музее Дом Языковых также работает выставка «Еду в Симбирск», посвященная дням, когда поэт гостил в Симбирске. Именно из Казани он написал своей супруге «Еду в Симбирск». В Симбирске он был целых пять дней. Ни в одном другом населенном пункте он не задерживался на протяжении своего путешествия на столь длительный период времени. Александр Сергеевич приехал в Симбирск вечером 9 сентября 1833 года. В путешествии у Пушкина созрел замысел создания художественного произведения, которое позже вышло под названием «Капитанская дочка». Оно во многом основано на симбирских впечатлениях поэта. Возможно, именно здесь он услышал фамилию Гринёва. Здесь жили помещики с такой фамилией. И многие эпизоды самой «Капитанской дочки» имеют место здесь, в Симбирской губернии. Да и сам Емельян Пугачёв бывал у нас дважды, правда, оба раза пленённый. Но наверняка и эти факты Пушкину были известны. Произведение «Капитанской дочка» в экспозиции отражено обстановкой постоялого двора, где могла произойти первая встреча двух героев этой повести – Емельяна Пугачёва и Петруши Гринёва. Известно также, что 12 сентября 1833 года от обедов у губернатора Загряжского, родственника жены поэта Александр Сергеевич, выезжает в Оренбург. Экипаж Пушкина не смог сразу въехать в одну из высоких гор. Пришлось даже вызывать из соседней деревни мужиков, чтобы они втянули экипаж. На следующей станции один емщик оказался слеп, другой пьян, третий спрятался. Да и кроме того, по пути Пушкину дорогу перебежал Заяц. Поэт был очень суеверным человеком, и об этом Зайце он позже писал сначала своей супруге, а спустя несколько месяцев даже своему приятелю. Учитывая эти обстоятельства, Пушкин решает вернуться в Симбирск. 13 сентября 1833 года он присутствует на званом обеде в доме Языковых. Обед давал средний из братьев Александр в честь приезда великого русского поэта. Сохранились воспоминания Владимира Петровича Юрлова, отец и дядя которого были гостями на этом обеде. Их он опубликовал в газете «Симбирские губернские ведомости». Подлинный экземпляр газеты тоже находится на выставке.